МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если говорить с прошлым годом, то в прошлом году погодные условия усугубили вот это нарастание сосулек и обледенение желобов. Выпало огромное количество снега, потом пошел дождь, и потом началась оттепель. И вот в результате этой оттепели массовой произошло и это обледенение, и залитие стен, фасадов. Сейчас предприятие трудится в рабочем режиме, справляется своими силами. На очистке крыш занято все шесть вышек. В первую очередь снег сбрасывается с домов, под желобами которых проходят тротуары. Безопасность людей превыше всего. Мы обратили внимание на то, что не везде крыши заснежены и в сосульках. Как нам пояснили, это зависит от места расположения дома. Снегом задувают с подветренной стороны. Другая причина – реновация чердачных перекрытий. Там, где чердаки утеплены, сосулек нет. Зима 2011 года заставила жителей 28 домов прислушаться к мнению специалистов. Дом по стадиону два в их числе. Талой водой затопило подъезды, квартиры верхних этажей. В домоуправление старший ходил как на работу. Вместе обсуждали, как спасти жилища от затопления и разрушения. Самым сложным было убедить жильцов провести капремонт. Прошедшее в мае собрание закончилось безрезультатно. Потом я начал опираться на тех, которые пострадали. Собирал собрание. На собрание мы проходили не так уж много. Но эти люди, которые пострадали, они оставляли за собой право идти по квартирам и говорить, что вот, посмотрите, как меня залило, вот мы пострадали. Поэтому мы некоторые, чтобы принять решение, вот это вот подпись мы могли собрать. А итогом стало утепление чердачного перекрытия с изоляцией труб теплоснабжения. Таким образом мы пытаемся оградить попадание этого теплого воздуха от квартир на чердачное перекрытие, чтобы не было обогрева крыши и не было техобразования сосулек. Отремонтировали карниз, который после прошлой зимы сыпался. Кирпичи мы видим, можем посмотреть, что новые кирпичи положены, прошли по всему периметру. Все высыпающие кирпичи заменены. Дополнительно на чердаке установили вентиляционные решетки. Во фронтонах для того, чтобы обеспечить вентиляцию чердака. То есть, своего рода мы организовали там холодное пространство для того, чтобы все-таки эти сосульки, крыша не обогревалась, не образовывались сосульки. По словам мастеров, утепленные чердаки у них на особом контроле. Надо следить, как поведут себя использованные материалы в неблагоприятных погодных условиях. Жильцы 54 домов ограничились заменой теплоизоляции труб теплоснабжения на чердаках. Специалисты считают, что это даст небольшой эффект. Время покажет, а стоящие на дворе погода беспокойства не вызывает. По крайней мере, пока.